Здравствуйте, с вами ваша любимая компания Электромотор. У нас в гостях эксперт завода Роста. И на сегодняшний день нам часто задают вопросы наши клиенты. Что же мы хотим задать эксперту? Как правильно пользоваться ручной сейлкой типа СОР? Покажем мы это на примере сейлки СОР 1.1, ВПС 52. Значит, мы видим сейлку. Но она, по сути, в том варианте, как она приходит с завода-изготовителя. Мы видим объединенные две ручки с некой перемычкой. Все метизы накручены на этих элементах. Мы видим отдельно маркер. Это все, что нужно собрать клиенту для того, чтобы сейлка работала. Итак, основные вещи, которые мы должны понимать, это следующее. Установка глубины посева. Мы видим на сошнике некую барашку, которую, если открутить, тут существует паз. И мы установим эту глубину, если мы от обода колеса установим ниже, скажем, в районе 2-3 сантиметров. Опустим сошник. Это и будет глубина, установленная при посеве. Ну, я уже сказал, приблизительно в районе 2-3 сантиметров. Важно еще знание. Это мы видим здесь некий паз. Здесь нет роликов натяжителей, поэтому натяжка цепи производится перемещением бункера по этому пазу. При этом обязательно очень хорошо зажать нужно вот эти гайки. В данной конструкции находится устройство, втулка ВПС-52. Поэтому здесь установлен сбрасыватель. Снизу его нужно установить таким образом, чтобы вращение свободно проходило за счет колеса без спадания цепи. Далее мы видим некую барашку. Это щетка, которая является лишним сбрасывателем семян. Поэтому пазу ее нужно установить так, чтобы она касалась втулки ВПС-52. Видим вот эти пазы. Это для установки ручек для высоты человека, чтобы ему было удобно. Вот эта скоба предназначена для того, чтобы перебрасывать маркер по движению в одну и в обратную сторону. Самое важное это подбор втулки по количеству отверстий ВПС-52 для культуры. То, что мы рассказывали ранее. Вот селка довольно проста в регулировках. Самый еще интересный важный момент это некие болты зажимные по металлической втулке, которые не надо сильно закручивать, чтобы свободное было вращение втулки, втулки, полиамидные втулки, в металлической втулке. Вот в принципе основные вещи, которые нужно знать клиенту для того, чтобы отрегулировать ее. Спасибо за ответ. А как вообще работать? Куда ехать? Просто ехать с какой скоростью? Смотрите, а что я рукой держу? Знаешь скорость? Ты же не снимаешь уже? Не снимаю. А, вот так. Да. С какой скоростью? Приблизительный движение. Это вроде 2-2,5 км в час. Это небольшая скорость движения, обычный шаг человека. Самое важное при движении еще есть такое понятие, это уменьшить количество остановок. Даже если что-то подзабилось, лучше не останавливаться. Есть такое понятие инерционная сила. Когда мы начинаем движение, значит получается крутящий первый момент, и можем произвести выброс семян не по одной штучке, скажем, а пучком. То есть меньше останавливаясь на поле, вы получите больший эффект точности выси. Спасибо. По вопросам покупки таких вот сейлок обращайтесь в любимую компанию «Электромотор» по номеру телефона 044-530-38.